Здравствуйте! В эфире Город С и Татьяна Дмитриева. Какой способ накопления денег на проведение капремонта выбрать? Как контролируются сроки и качество работ? Об этом говорим сегодня и в нашей студии председатель ТСЖ Мичуринец Ирина Щелокова. Ваших вопросов ждем по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Ирина Александровна. Ну, тема капремонта, она обсуждается много, часто и даже на общефедеральном уровне, уровне президента. Вот скажите, в чем актуальность этой темы и почему к ней такое, мягко скажем, неоднозначное отношение? Ну, во-первых, потому что эта тема касается абсолютно каждого жителя многоквартирных домов. Не только в нашем регионе, но и во всей России. И до 2012 года слово «сочетание капитальный ремонт» наши жители не слышали. Слышали слово «сочетание текущий ремонт», а о капитальном ремонте как-то умалчивалось и информации не было. Ну, вот когда еще человек начинает платить за что-то новое, нужно же разобраться за что, куда все эти деньги пойдут. Когда то, что ты оплатил, появится в реальности, вот это тоже вызывает. Так как это делается не сразу, тоже много вопросов появляется. Безусловно. Вообще, насколько вот эта тема открыта, прозрачно? Как она контролируется? Как можно проконтролировать ведение ремонта, качество, сроки, начало, проведение работы? Ну, во-первых... И кто это должен делать вообще? Не каждый же жилец будет этим делать. Программа эта, она утверждена нашим правительством областным. И федеральным тоже же? И федеральным, да. Ну, это в первую очередь закон федеральный, добавлена целая глава в жилищный кодекс о капитальном ремонте и обязанности собственников проводить капитальный ремонт домов именно за свой счет. Поэтому утверждена региональная программа, в которую внесены абсолютно все многоквартирные дома, подлежащие капитальному ремонту, с указанием сроков его проведения. Хотя бы первого вида, одного из видов капитального ремонта. Поэтому, если интересует, она есть на сайте регионального оператора фонда капитального ремонта. То есть каждый дом и вид работы, да? Да, и да, и срок. Понятно. До сих пор некоторые путают вот виды ремонта текущего и капитального. Потому что, говорят, мы же платим вот за это и за это, а почему вот еще отдельно за капитальный нужно платить? Вот за такой ремонт мы платим еще за что-то. Вот в чем основная разница? Ну, основная разница в том, что текущий ремонт это частичная, частичная замена, например, того же трубопровода. А капитальный ремонт предполагает полную замену тех же, допустим, общедомовых коммуникаций. Вот, то, что не сделаешь в рамках текущего ремонта. Ну, наверное, еще срочный ремонт текущий, да, в каких-то ситуациях? Да, он срочный, аварийный, срочный ремонт. Поэтому это разные виды ремонта. И если прохудилась крыша в одном месте, то в рамках текущего ремонта можно ее залатать. Но если срок эксплуатации этой мягкой кровли вышел, то ее нужно заменить полностью. Вот это различие текущего и капитального ремонта. Если лифт, например, вышел, срок его эксплуатации 25 лет, то, значит, его нужно заменить. Полностью? Да, полностью. Не механизм? Не механизм, а полностью. Это безопасность. Это будет в рамках капитального ремонта. А вообще у капитального ремонта сколько видов? Ну, вообще внесено 7 видов капитального ремонта. Это крыша, фасад, вот коммуникации общедомовые, это водоснабжение, водоотведение. И срок дается на вот все виды проведения с какой? 30 лет. 30 лет. К нам уже поступает... В течение 30 лет должен каждый дом получить один из видов, вернее, все виды по очереди ремонта. К нам уже поступает первый вопрос от телезрителей. Звоните, еще есть время, 202.11.22. Александра интересуется, как будет индексироваться сумма, которую мы сейчас сдаем на капремонт? Куда она будет вкладываться через 10 лет? Вообще об индексации сумм вот этих вот идет речь или нет? На сегодняшний день не идет речь о компенсации какой-либо. И именно этот вопрос, он волнует людей, и в том числе и меня, как председателя, тоже он волнует. Почему не может быть вот специальный счет, допустим, депозитным? Почему деньги просто так лежат и обесцениваются, ожидая очереди? Да, ну вы как активный гражданин, у вас есть возможность поднять эту тему на каком-то уровне, озвучить ее? Ну, безусловно, да, мы в рамках своих ассоциаций региональных и на федеральном уровне обсуждаем эти все вопросы, выдвигаем предложения, которые рассматриваются в том числе и в Государственной Думе. А уже есть какие-то результаты? Я знаю, что очень много было претензий, так скажем, от пожилых людей, которые не видят вообще смысла платить, если в течение 30 лет только завершится ремонт, то, как бы, не страшно об этом говорить, не все доживут. Да, может быть, еще не все знают, что вот уже с 1 января 2016 года внесены в изменения в закон о социальной поддержке населения, где жители старше 70 лет будут оплачивать 50% от стоимости, а свыше 80 лет одинокопроживающие жители будут освобождены от оплаты взносов на капитальный ремонт дома. Ну, это заявительный характер, наверное, да, льготы, об этом нужно заявлять или это как-то автоматически, если вот видят, так вот, горожанин более 80%? Нет, это любая социальная поддержка населения, она имеет заявительный характер. Вы сказали одинокий, то есть это о чем говорит? Одинокий, что он один в квартире проживает? Да, одинокопроживающий собственник в квартире. А если вот собственнику 80 лет, но он живет со своей дочерью, с ее семьей, то на него льготы не будут, как-то вычет какой-то из капитального ремонта не будет распространяться? Ну, там нет, там уже оплачивают, есть собственники, которые... То есть этого внимания уже не будет приниматься, да? Вот если такой гражданин пожилой, не один, и всегда... Социальные льготы зависят даже по всем коммунальным платежам от количества проживающих в квартире. А по 70-летним, вот уточните, если они не одинокие или тоже одинокие, получается, льготы после 70-ти? Тоже одиноких проживающих. Следующий вопрос от Валентины. Адрес Томашевский, Тупик, дом 3. Мы собственники своих квартир. Капремонт мы сделали сами, а фонд шлет нам до сих пор квитанции за капремонт. Куда обратиться, чтобы эти счета не выставляли? Ну, к региональному оператору. Если присылаются квитанции от рек оператора, то нужно ехать туда на дачную 24. То есть можно отказаться? Вот вообще, если собственники соберутся на собрание и вообще скажут, нам не нужно, мы вот тут в том году это сделали, там до этого вот это, не нужен нам, не будем оплатить. Нет, собственники не освобождаются от оплаты. Да, ну вот вы говорите, можно вот все, вот Валентине обратиться. Нет, ну можно обратиться, я просто не знаю, какие виды ремонта они сделали, они что, все виды ремонта сделали? И дому ничего не нужно, это вот нужно рассматривать отдельно. Но долги, вот даже вот если они не платят, получается, вот квитанции шлют, они не платят, потому что думают, что у них дом в капитальном отремонтирован, они копятся долги все равно. Ну, смотря на что, в рамках 185-го закона отремонтирован, и у них дом на свои средства. Ну, они, наверное, не по закону ремонтировали, а просто вот увидели, вот хороший там председатель увидел, что вот плохая крыша, отремонтировали крышу за свои деньги, плохие коммуникации? Не требуется, ну, тоже зависит, тогда им, может быть, нужно было свой спецсчет открывать и определять какую-то, может быть, отсрочку от платежей, если все виды работ уже выполнены на доме, на сегодняшний день они не требуются. Если дело касается общего счета, так называемой общей копилки, то здесь закон как бы обязывает оплачивать взносом. Следующий вопрос от Александра. Почему ввели такой закон, не отработав всех нюансов? Для чего это делается? Ну, это не совсем вопрос ко мне, потому что я не обладаю законодательной ответственностью. Ну, вот о нюансах, о которых говорит Александр. Вы вот в ходе работы с капремонтом своей, как председателя ТСЖ, вы почувствовали, что что-то вот недоделанное, непроработанное? Ну, однозначно, мне тоже не все нравится в законе, и в том числе и... Есть недоработка, да? Есть, конечно, есть. Ну, вот эти недоработки какие-то начинают обсуждаться и какие-то начинают исправлять, но это дело новое, скорее всего, что все сразу предусмотреть невозможно. Но я тоже считаю, что он был недостаточно обсужден перед принятием. Поэтому, ну, уже принят закон, поэтому нужно исполнять и вносить коррективы. Понятно. Вот вы решились... Но капитальный ремонт нужен. Ну, так-то, конечно, да. Вы решились в своем ТСЖ сделать специальный счет. Есть возможность у граждан выбрать. Либо ты отдаешь деньги в региональный фонд, либо вот своим домом сделал, значит, открыл счет и собираешь себе деньги, пока не накопится на какой-то вид работы. Почему вы пришли к такому решению? Да, но дело в том, что когда мы выбирали специальный счет, мы, конечно, хотели... У нас ТСЖ, и мы хотели открыть специальный счет на ТСЖ. Но у нас тогда этого не получилось, поскольку закон не разрешал многодомным ТСЖ, а у нас в ТСЖ два дома, открыть два специальных счета на ТСЖ, на два дома, было невозможно. Поэтому мы приняли решение на собрание и открыли два специальных счета у рекоператора. И такой вариант существует, да? У нас не общая копилка, но спецсчета на конкретные два дома, ну, у регионального оператора. Вот тоже поняли, что это не совсем правильно, и теперь можно нам открыть на ТСЖ два специальных счета, но для этого нужно провести определенный, причем большой объем работы. Опять провести собрание, чтобы так перейти на специальные счета ТСЖ. Скажите, вот провести такое собрание, объяснить людям, почему нужен специальный счет, это очень большая работа? Это большой объем работы. Как вы вот это делали все? Это можно сделать и сегодня кому-то, да? Можно, можно. Но это на самом деле очень большой объем работы. Нам проще, потому что все-таки у нас в ТСЖ, у нас есть возможность, есть опыт проведения собраний, и мы можем, ну, в конце концов, даже просто элементарно, у нас есть оргтехника, у нас есть бумага, у нас есть вот эта возможность. Если просто брать дом, который управляется управляющей организацией, и провести вот такое собрание, то, во-первых, начинаются сложности с того, что, а где вообще взять бумагу, а где взять, кто это будет печатать, кто это будет разносить. Нужна большая группа людей инициативных, которые смогут вот это все сделать. А сколько процентов голосов нужно для того, чтобы такое решение принять домом? Вот для того, чтобы принять это решение, нужно две трети голосов. Это очень много. Если у нас очень многие решения в ТСЖ принимаются 50% голосов, то две трети, вот, допустим, у меня 600 собственников. Две трети голосов, это 400, нужно сделать 400 бюллетеней больше. Нужно собрать их, нужно, во-первых, раздать, потом собрать, все посчитать. И, ну, большой объем работы. Скажите, а вот у вас спецсчет. Платят собственники? Как они прониклись, вот такой идеей, что у нас свой спецсчет, мы только на свой дом собираем. В основном, да. В основном, да. Проблем таких нет. Потому что сегодня только поступила информация, что 43% жителей области не платят за капремон. Ну, я думаю, что у нас тоже не стопроцентная оплата. Но я пока не могу проверить, потому что это нужно делать запрос к региональному оператору. Вот, если бы он был у нас спецсчет ТСЖ, я могла бы видеть вот это. Мы бы сами печатали квитанции, а у нас печатает ЕРЦ для нас квитанции. Поэтому... А вот скажите, пожалуйста, Ирина Александровна, вы начнете делать работы уже по капремонту? Только когда наберется определенная сумма? Или можете уже их начинать? Или будете ждать? Нет, мы предполагаем, мы не будем. Мы поставлены в программу на 2022-2023 год. Мы не будем ждать этого 2022-2023 года. Мы планируем в этом году сделать собрание, потому что у нас уже часть крыши требует капитального ремонта над двумя подъездами. Поэтому мы будем делать в этом году собрание. Так вот, вид работы тоже определяется? Да, нам нужно будет вносить изменения в региональную программу по срокам. По срокам по... Ну, вид работы у нас стоит крыша, ремонт кровли, поэтому вид работы мы не будем менять, но мы будем менять срок. А если бы у вас была, допустим, коммуникация, вам что, тоже нужно вот это все? Да, нужно будет... Определенная работа, да, менять? И это, конечно, вот будет сложно каждый раз. Это практически, если на следующий год, значит, нужно будет еще делать собрание, опять вносить изменения в эту региональную программу. Вы еще не пожалели, что вы вот спецсчетом занялись вот такой? Ну, нет. Вы ставили бы вот деньги региону и делали бы фонтан? Ну, мы не пожалели, поскольку у нас дом большой, и нам, ну, просто нет смысла в общий котел, так называемый, к рекоператору деньги складывать. И дом не сильно старый, хотя нужно какие-то виды работы делать. Следующие вопросы от телезрителей. Улица 22-го портсъезда, 37, у нас течет крыша, на время протечки отключают лифт, а перерасчет не делают. Куда обратиться с этим вопросом? Для перерасчетов. Ну, вообще, по всем перерасчетам нужно обращаться с письменным заявлением в свою управляющую компанию. Ну, смотря как отключают лифт, считается, что отключение только больше суток. В течение суток, по правилам, если какая-то поломка, то допускается неработа лифта в течение суток. Если он неделями стоит, то однозначно нужно обращаться с письменным заявлением, чтобы там зафиксировали факт. Но вообще факт, он фиксируется, узнать, с кем заключен договор, с какой компанией на техническое обслуживание лифта, и обращаться с письменным заявлением, что лифт, допустим, не работал целую неделю, значит, должны сделать перерасчет. Или больше одних суток. Если там несколько часов, то не стоит. А в сумме вот эти часы не набираются. Если сегодня два часа, а послезавтра три, и суммировать и сутки, и такого? Ну, я думаю, что это сложно будет сделать. Потому что зафиксировать нужно все, да? Да, это должно быть зафиксировано. Следующий вопрос от Екатерины. У меня есть право на льготы пока при ремонт. Куда обратиться, чтобы их оформить? Где это делают? Вот вы говорили уже про льготы. Там же, где все остальные льготы, в отделах социального обеспечения района, где проживает собственник. Заявительный характер, опять же, да, нужно о себе заявить, что у нас есть льготы, и вы тогда идете в социальные службы. Если крыша течет уже сейчас, люди платят, и что же придется ремонта ждать 30 лет? И вообще, сколько процентов населения платит за капремонт? Ну, вот эти цифры. Я смотрела просто на сайте регионального оператора, что в Самарской области, ну, вернее, в Самаре 57 процентов оплачивают, но в Тольятти даже меньше. Даже там нет 50 процентов. В среднем по области 43 процента. А вот что относительно срока? Вот все переживают, что очень большой срок, 30 лет, очень долго ждать, крыша течет сейчас. Как вообще можно подвинуть, вот, сделать вид ремонта, вот, отремонтировать крышу первым? Ну, вот, я думаю, что только со спецсчетом. А с активностью граждан, если тогда только можно распорядиться своим специальным счетом. Если есть очередность, каким образом внести, ну, течет крыша. Может быть, она подлежит пока текущему ремонту? Какой срок у нее эксплуатации у этой крыши? Или она совсем уже в негодном состоянии? Делаются же там дефектные ведомости и определяется, подлежит она вот именно сейчас? Или это в одном месте течет, нужно просто хорошо сделать? Поэтому вот специальным счетом, конечно, могут распорядиться уже собранием. И здесь вот две тоже сложности. Если дом маленький, то спецсчет маленький и не новый, то смысла нет спецсчет открывать. А кому вы порекомендуете тогда? А вот если дом большой, вот, и не 60-х годов, а, допустим, 80-х годов, 90-х годов новый дом, то однозначно есть смысл открывать специальный счет и распоряжаться деньгами, вот, решением собраний. Ну, если есть, конечно, инициативная группа людей, которые смогут сделать эту вот работу. Следующий вопрос. Почему капремонт делают в несколько этапов? Сначала трубы, потом лифт, потом фасад. Может быть, лучше все сразу отремонтировать? Ну, наверное, мы с этим спорить не будем, что лучше все сразу. Конечно, лучше все и сразу, и жить в нормальных условиях. Но объем работы слишком большой, я думаю, что именно потому, что очень много упущено. И пропущено времени, что его нужно было уже давно начинать этот капитальный ремонт. А вообще вот в истории нашей страны уже такая строка была, вот, закап, ремонт, собирали деньги с людей или нет? Нет, мне кажется, что она была. Вот я помню, что в 80-х годах, в советское время, вот такая строка была, капитальный ремонт в квитанциях. И были сроки проведения этого ремонта. Во всяком случае, по коммуникациям и по тем же крышам. Я не знаю, как фасады, может быть, тогда фасадами не очень интересовались и занимались. А вот это вот было уже. А потом она как-то вот исчезла из нашей квитанции. И остался текущий ремонт. А текущий ремонт не решает абсолютно всех проблем, которые касаются эксплуатации дома. Понятно. И возраста дома самое главное. Да. Следующий вопрос. Освобождаются ли инвалиды второй группы от оплаты за капремонт? Вот что касается инвалидов. Это тоже в социальной, наверное. Да это тоже нужно узнавать в отделе социального обеспечения. Пока вот только 70 лет возраст. Пока были возрастные вот эти изменения с 1 января возрастные. Может быть, это тоже обсуждается? В категории инвалидов, может быть, там льготы какие-то есть так же, как и... По-моему, льготы должны быть, как по всем остальным коммунальным платежам. Это нужно вот очинить в отделе социального обеспечения района. Следующий вопрос. Улица Часовая, 6, 5-й подъезд. В прошлом году нам сделали капремонт крыши, а она опять протекает. Чтобы ее исправили, куда нам нужно обратиться? Вот вопрос контроля. Ну, вопрос контроля, он очень важен. И вообще, действительно, вот это вот деньги сдаешь, сдаешь, ждешь, ждешь. 30 лет, потом отремонтировали. Но на это послание сразу возникает вопрос, а кто делал в прошлом году? Может быть, уже региональный оператор и подрядчики? Тогда должен быть гарантийный срок обязательств. Но я думаю, что Часовая, 6-й, это недалеко от нас. В одном районе проживаем. Надо смотреть, к старшему по дому пускай обратятся. Да, какие-то документы, документы. Да, должны быть документы и должны быть срок гарантии на проведенные работы. И звонить вот эту фирму и... Ну, может быть, не фирма, а может быть, к региональному оператору нужно будет обратиться. Кто осуществляет... Контроль вообще, вот оператор сам. По гарантийным обязательствам. Это ответственность на региональном фонде? Да, если они проводили ремонт. А вы как ищите подрядчиков? Вот вы же не относитесь к фонду, вам же никто не будет искать. Вы как, сами будете искать какую-то вот компанию, которая вам... Да, будем сами искать. А вот, а где вы будете искать? Потому что можно же вот тоже наткнуться на таких вот, которые так же отремонтировали. Ну, можно наткнуться, но от этого никто не застрахован. Но мы все-таки будем смотреть отзывы, изучать рынок, компании, которые этим занимаются, и выбирать. Если вот из опыта, то я уже давно, как бы, не выбираем, несколько раз обожглись, что дешево – это не значит хорошо. И что очень важны – качество материалов. Поэтому, если мы даже заключаем договора на проведение каких-то видов работ, мы стараемся заключать договора с приобретением материалов нами. Потому что, как правило, подрядчики стараются сэкономить на качестве материалов. Поэтому мы стараемся приобрести качественный материал и сделать... А проведение работы доверить? Да, доверяем, но под строгим контролем, однозначно. Да, повезло вашим жильцам. Скажите, следующий вопрос. В квитанции есть графа «Ремонт жилых помещений». Что туда входит? Никто не может ответить мне на этот вопрос. То есть это значит, что должны ремонтировать в квартирах, а почему тогда не ремонтируют? У меня тоже очень много претензий именно к этой строчке «Ремонт жилых помещений». И вообще оплата за жилое помещение. Вот она, видимо, осталась у нас все-таки в жилищном кодексе, в новом, из старого. Тогда, когда у нас было все жилье муниципальное, и поэтому ремонты жилых. Тогда, я помню, и в жилых квартирах ремонтировали бесплатно в счет той оплаты, которую мы платили. Но сейчас мы стали собственниками. А вот эта фраза «Ремонт жилого помещения», она осталась. Но это не совсем правильно. И вот люди понимают ее буквально, «Ремонт жилого помещения», что человек-собственник, но ему все-таки кто-то должен прийти и бесплатно, или в рамках тех денег, которые он оплачивает по квитанции, что-то отремонтирует. Здесь все-таки подразумевается то, что ремонт общих домовых коммуникаций, которые проходят по конкретному этому жилому помещению. Вот это производится за общие деньги. А то, что дальше идет, есть акт границы ответственности, да, или вообще границы ответственности в квартире. Водной кран. Все, что идет от вводного крана дальше, там у вас идут унитаз, раковина, ванна. Все это относится к зоне ответственности собственника. И ремонтируется уже за деньги собственника, за дополнительные, а не те, которые он оплачивает по квитанции. Следующий вопрос. Дому 33 года. У лифта гарантийный срок 25. Получается, что он выработал свой ресурс и может рухнуть в любой момент. Как его заменить? Куда обратиться? Действительно, вот очень часто лифты внушают опасения и много случаев трагических происходит. Вот как заменить? Ну, я бы так сказала. Да, он вышел срок. Но так, чтобы вот он вдруг вот вышел срок, и он сразу рухнет, оно в принципе не может случиться. Поскольку все равно каждый лифт у нас по договору находится на техническом обслуживании у специализированной организации. И если и трос тоже не может вдруг раз и рухнуть, он сначала начинает там где-то протираться. И если ежемесячно проводится это техническое обслуживание, то и, во-первых, помимо технического обслуживания проводится ежегодное техническое освидетельствование лифтов. Вот у нас есть договор на техническое обслуживание, есть договор на техническое освидетельствование, которое проводят ежегодно и дает проверяющая организация, которая проверяет, которая аттестована Ростехнадзором на данные виды работы, проверяет работу вот этой обслуживающей организации. Поэтому, ну, также в рамках капитального ремонта обращаться, собирать общие собрания, если волнует житель. Может, если он действительно часто ломается, может быть, уже и стоит, конечно, заволноваться. Тогда должны дать заключение о том, что он не пригоден лифт к работе. Это Ростехнадзор. И в капитальном ремонте в первую очередь, как вид работы поставить. Следующий вопрос от Екатерины. В доме у нас ТСЖ, все мы ремонтируем сами. За что мы тогда платим капремонт? И что ремонтировать, если мы уже все сделали? Вот у вас ТСЖ, вот вам такие вопросы задают жители? Да, задают. У нас же так и так все хорошо. Ну, так у нас тоже все хорошо. Но все равно точно так же придет время, когда лифты придут, ну, выработаются. Тем более, срок-то 30 лет. Да, выработают свой запас прочности. Та же крыша, мягкая кровля, срок эксплуатации максимальный, там, 10 лет. И зависит от того, какой у вас дом. А вы наберете сразу те деньги, которых будет стоить лифт, когда он придет в негодность. Ирина Александровна, буквально две минутки у нас остается. Очень коротко. Полтора года плачу за капремонт, хочу продать квартиру, купить частный дом. Вернут ли мне эти деньги? Нет, не вернут. Нет. Следующий вопрос. Нововокзальная, 14, второй год, еле-еле включено отопление. Как разобраться, кто виноват? Слесарь или ресурсоснабжающая организация? Кто поможет установить причину? Вот если отопление вообще не греет? Ну, нужно опять фиксировать факт, приглашать управляющих в компанию и фиксировать факт, замерять температуру в квартире. Не температуру, температуру в квартире. Там есть определенные правила, где должен находиться градусник, фиксировать. Если действительно не соответствует, то требовать перерасчета. Но там опять перерасчет не занижающий плату, если нет температуры, не превышает 20 градусов, если она ниже. Понятно. Так что выяснили, самое главное, что спецсчет свой на капремонт имеет право на существование. Там есть свои плюсы, много хлопот, забот, контроля и ответственности. Но такая практика существует, и вы об этом не пожалели. Спасибо большое за то, что поделились своим опытом. приходите к нам еще, потому что тема очень актуальна. Спасибо и вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова